В эфире новости в студии Оксана Устинова. Сегодня в этом выпуске. Сегодня более полутора тысяч журналистов соберутся на ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. В столице республики открыли новый центр по выплате пенсий. Доступно и удобно в конце года услуги Росреестра по приему и выдаче документов будут предоставляться в МФЦ. Сегодня в 12 часов по Москве состоится ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Она соберет более полутора тысяч журналистов. Следить за пресс-конференцией будет вся страна. Ежегодные встречи для российских и иностранных журналистов президент проводит с 2001 года. Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за 4 часа 40 минут президент ответил на 106 вопросов. Значительная их часть была посвящена внутрироссийской и региональной повестке. Также прессу интересовала международная проблематика. Нынешняя большая пресс-конференция станет для Путина последней в течение этого президентского срока. Госдума вводит ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка. Такая возможность появится у российских граждан, постоянно проживающих на территории страны, если ребенок рожден или усыновлен после 1 января 2018 года. Пособие будет рассчитываться с учетом дохода семьи. Он не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения региона. Выплата пособий начнется с 1 января следующего года за счет федерального бюджета. Она будет касаться около 340 тысяч человек ежегодно. Средний размер ежемесячной выплаты составит 10,5 тысяч рублей. В Якутске на 1955 году жизни скончался Нюргун Тимофеев, народный депутат 3-го и 4-го созывов, председатель госсобрания Ильтумян 3-го созыва. Руководитель региона выразил свои соболезнования родным и близким, отметил, что в тяжелый час разделяет боль утраты и скорбит вместе с родными, близкими и земляками. Пожелал им крепости духа и стойкости в эти скорбные дни. Нюргун Тимофеев в 1985 году окончил Государственный университет в 89-м аспирантуру Томского политехнического института, кандидат технических наук. Начинал карьеру с младшего научного сотрудника с 2005 по 2008 годы, был председателем парламента Якутии. В 2012 году был назначен советником президента республики. Гражданская панихида состоится 16 декабря в 11 часов в Театре оперы-балета имени Сивцева Суруна Маллона. Новая федеральная программа переселения граждан из аварийного жилья пройдет апробацию в Якутии. В Москве состоялась рабочая встреча руководителя региона Егора Борисова с министром строительства и ЖКХ России Михаилом Менем. Один из важнейших итогов уходящего года – практически полное завершение программы переселения граждан из аварийного жилфонда на 2013-2017 годы, подчеркнул Егор Борисов. Она выполнена почти на 97,5%. Напомним, действующая программа завершается в текущем году, но по поручению президента России будет возобновлена с января 2019 года. Высоко оценив достигнутые республикой показатели, Михаил Мень принял предложение главы Якутии и поручил создать рабочую группу с последующей разработкой дорожной карты реализации пилотного проекта. Это решение можно считать одним из главных итогов прошедшей встречи. Мы стали, регион стал неким пилотником, потому что программа заканчивается у нас в 2017 году и продолжается только в 2019. В 2018 год получается год, в котором были даны поручения президентам Путина о том, чтобы к июне месяцу были готовы механизмы, и программа началась, были подписаны необходимые соглашения и переведена в нормативную базу, а с 2019 года продолжение программы. Так вот, чтобы не останавливаться, потому что программа будет прикипевать определенные изменения, а вот те изменения, которые будут ожидаться, чтобы в 2018 году, базируясь на предполагаемых механизмах новой программы, республика начала осваивать продолжательную программу, варить сносы у себя на своей территории. Жители Алмазного края встретят 2018 год в новом доме. Такой подарок им сделала администрация района на этой неделе. Четыре благоустроенные квартиры получили работники здравоохранения, образования и жители поселка. Подробнее об этом в следующем сюжете. Это на сегодняшний день самые лучшие квартиры у нас в поселке Алмазном. Так что, дорогие друзья, очень повезло тем нашим гражданам, которые получат эти квартиры. Поспорить с этим сложно. Четыре семьи из поселка Алмазный получили в преддверии главного зимнего праздника долгожданный новогодний подарок – ключи от новых квартир. Его особенность действительно, что он построен за счет районного бюджета. Это четырехквартирный жилой дом для работников бюджетной сферы. В нем получат жилье работники здравоохранения, образования, жители поселка Алмазный. Как отметил глава района, этот дом – первый построенный в поселке за последние 10 лет. И новоселы пока с трудом верят, что в 2018 год они уже будут отмечать за столом в своих новых квартирах. Если учесть, что жили мы в доме, который уже под снос, вообще-то идет стены, которые зашлись очень холодно, то здесь, конечно, это рай называется. Тепло, хорошо, красиво. Спасибо всем, конечно, что это нам позволили и дали. Очень долго ждали, конечно. Каждый в квартире раздельный санузел, водоснабжение. Отопление и электричество подведены. Остается лишь завести мебель. Оттого и эмоции у счастливых обладателей ключей неподдельные. Чувство волнения, радости, конечно, эмоциональное. То, что дали квартиру новую, вообще классно. Теперь и другие жители поселка в ожидании, когда наступит их очередь для такого шикарного подарка. Марфа Яковлева, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». В эти дни в Нюрбинском улусе прошло совещание с членами общественной палаты республики. Участники заседания обсудили вопросы о ходе исполнения указа президента России в сфере здравоохранения и социальной политики на территории района. Напомним, что в майском указе основное внимание было уделено на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы. В Нюрбинском районе исполнение по повышению зарплаты бюджетникам идет в полном объеме и своевременно. И сегодня, как мы услышали по отчетам определенных служб, мы уже поняли, что в Нюрбинском улусе все эти указы на сегодняшний день по результатам 2017 года будут выполнены. И я так думаю, что они также удачно будут выполнены и в 2018 году, потому что 2018 год – это итоговый год формирования и достижения итоговых целей, показателей по данному указу. Якутяне по вопросам начисления и выплаты пенсий смогут обращаться в новое учреждение. В столице республики открыли Центр по выплате пенсий и обработке информации. Часть функций, которые ранее выполняли территориальные органы ПФР, теперь переданы в Центр, где будет осуществляться своевременное начисление и выплата пенсий, иных социальных выплат, формирование доставочных документов. Пользуясь современными технологиями, теперь специалисты имеют возможность осуществить первую выплату пенсии в течение 15 дней с момента назначения. Новый Центр, он, кстати, первый в Дальневосточном федеральном округе, вот в таком в новом качестве. Большое направление работы нового Центра – это обработка информации. Мы взаимодействуем с огромным количеством организаций и партнеров. Только в процессе доставки пенсий у нас участвует Почта России, 16 кредитных учреждений, которые находятся в Якутске, в Мирном, в Нейрюнгре. Поэтому вся работа с ними будет теперь централизована в новом Центре. Доступно и удобно. В конце года услуги Росреестра по приему и выдаче документов будут предоставляться в МФЦ «Мои документы». Передача полномочий связана с повышением качества предоставляемых услуг. Подробнее об изменениях расскажет Марьяна Кутукова. С 25 декабря филиалы Росреестра во всех районах республики принимать документы не будут, за исключением села Майя и города Таммод. Якутские заявления перестанут принимать 27 декабря. Начиная с этих дат, прием и выдача документов по услугам Росреестра будут идти только в МФЦ «Мои документы». Значительно упрощается процедура получения государственных услуг для граждан. То есть не требуется посещение различных ведомств. Достаточно сдать документы в одном месте и получить результат государственных услуг. Несомненным плюсом также является и комфортность, и доступность предоставляемых услуг для населения, поскольку офис МФЦ присутствует во всех районах республики. С конца декабря в МФЦ будут переданы услуги по государственной регистрации прав на недвижимое имущество, кадастровый учет и предоставление сведений из единого государственного реестра. В связи с переводом услуг Росреестра у нас сейчас расширен штат сотрудников, идет углубленное обучение сотрудников, стажировка в органе. И хотелось бы сказать, что часть услуг все равно остается за управлением Росреестра. Это значит, что по госрегистрации права на недвижимое имущество, которое находится за пределами республики, можно будет подавать в органе. С конца декабря уже все услуги Росреестра будут доступны. Здесь вот ваше мнение? Я думаю, для народа это будет очень хорошо, в одном месте оформление всех документов, не бегать туда-сюда, везде собирать. В одном месте удобно, очень даже. Конечно, очереди очень большие. Я вот стоял, очень хотел документы сделать, оформить на свою квартиру, очень долго стоял. Каждый день. И если будет, конечно, централизованно в одном месте, мои документы, конечно, это будет очень хорошо, думаю. Изменения в Росреестре и передача полномочий в МФЦ в первую очередь – это повышение качества обслуживания заявителя. Ведь зачастую обращение бывает по комплексным услугам, где требуются данные с разных ведомств. Принцип одного окна в МФЦ позволит сэкономить время заявителя. Марьяна Кутукова, Владимир Павлов, НВК САХА, Якутск. Стимулирование интереса к будущей профессии, создание условий для профессионального самоопределения и творческого развития молодежи. Такова цель Республиканской научно-практической конференции «Шаг в будущую профессию». Программа мероприятия обширна. Студенты средних профзаведений ознакомились с исследовательской работой, выставили свои изобретения. На конференции участвуют около 300 молодых людей по 13 направлениям. Также в рамках мероприятия проводится деловая игра и мастер-классы. Цель этого движения – это выявление наиболее талантливых и поддержка этих студентов. То есть у них появляется шанс показать себя экспертом. У них появляется шанс, если они хорошо выступят, их работа будет актуальной по их направлению, да, то они могут дальше выехать в Москву, в Санкт-Петербург, либо в Новосибирск. Смотрите сегодня в вечернем выпуске. Сегодня состоится большая ежегодная пресс-конференция президента России. Внешняя и внутренняя политика страны, предстоящие выборы главы государства, экономика, пенсии, проблемы регионов. Разговор обещает быть традиционно долгим и откровенным. Сборы экстренных служб Якутии. Сегодня на переправе Хатаса-Павловск прошли практические занятия. По муниципальной программе обеспечения качественным жильем медицинских работников Нерингринского района в этом году 9 специалистов получили ключи от новых квартир. О поддержке молодых медиков смотрите в репортаже нашего корреспондента.